Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. 5 лучших смартфонов на лето 2017 года. Производители смартфонов регулярно обновляют ассортимент, выпуская устройства всех ценовых категорий. Но самый новый не всегда равнозначно самый лучший, так как для признания аппарата требуется некоторое время. Иногда свежие гаджеты не несут ничего революционного, но при этом в чем-то даже хуже предшественников. Например, Xiaomi Mi 5S осенью получил обновленный процессор, но лишился и К-порта, и оптической стабилизации. Mi 6 стал почти копией Mi 5 на новом процессоре, получил нужную не всем двойную камеру, но потерял разъем 3,5 мм, от которого многие отказываются еще не готовы. Поэтому мы решили составить подборку лучших смартфонов с состоянием на лето 2017 года, выбирая из всех доступных в продаже аппаратов, а не только вышедших в 2017 году. Все перечисленные устройства на практике подтвердили, что заслуживают на попадание в топ. Итак, в нашем видеообзоре лучший флагман камерафон. Samsung Galaxy S7 Edge. Новый Galaxy S8 однозначно классный. Его дизайн серьезно изменился, и экран стал еще больше. Но вместе с тем он стал больше бояться падения. Камера не изменилась, а увеличившееся разрешение экрана отрицательно сказалось на автономности. Поэтому лучшим флагманом камерафоном 2017 года стал Samsung Galaxy S7 Edge. За год он подешевел, успел обновиться до Android 7, подтвердил высокое качество. QHD дисплей на 5,5 дюймов благодаря изгибу уменьшает ширину устройства, что позитивно сказывается на эргономике. Чипсеты Exynos 8890 или Snapdragon 820 даже по современным меркам быстры. Модели 8895 и 835 пошли эволюционным, а не революционным путем, а поэтому в играх аппарат не кажется слоупоком на фоне наследника. Ну а камера Samsung Galaxy S7 Edge и в 2017 году остается одной из лучших на рынке, если не лучшей. Мгновенная фокусировка, хороший динамический диапазон матрицы и приличная оптика обеспечивают стабильно высокое качество снимков даже при плохом освещении. Итак, продвигаемся дальше. Лучший не Android флагман. Apple iPhone 7 Plus. Пока все гадают, каким же будет юбилейный iPhone 10-го поколения и какое имя он получит, iPhone 7 Plus все еще на коне. Он наверняка останется лучшим флагманом 2017 года до того, как появится новая яблочная модель или какой-то другой вдруг совершит революцию в смартфоностроении. В этой модели нет каких-то революционных инноваций, даже внешние изменения на фоне предшественников минимальны. Но если присмотреться, то можно заметить наличие защиты от воды, а также новую сенсорную кнопку «Домой», которая является шагом на пути к внедрению сканера отпечатков пальцев непосредственно на матрицу. Благодаря мощному чипсету Apple A10, iPhone все еще остается одним из самых мощных смартфонов в 2017 году. Оптимизация iOS также играет свою роль, делая аппарат шустрым во всех задачах. Двойная камера с функцией оптического приближения достойно снимает фото. Да и с автономностью у девайса, несмотря на батарею 2 900 мАч, все в порядке. А 3 гигабайта ОЗУ в мире Android уже характерных для среднего уровня вполне хватает софту. Идем дальше. Следующий. Достойный смартфон среднего размера. HTC 10. Несмотря на выпуск HTC U11, еще не успевшего зарекомендовать себе на практике, HTC 10 является лучшим смартфоном среднего размера в 2017 году. Этот смартфон для тех, кому 5 дюймов уже мало, а 5,5 дюймов много. У него уже нет той внушительной бороды, что характеризовало предшественников, и по габаритам девайс ближе к гаджетам с размером 5 дюймов. Алюминиевый корпус с фасками смотрится одновременно стильно и брутально. Камера на 12 Мп оснащена оптическим стабилизатором и имеет пиксели увеличенных размеров, что позволяет делать хорошие фото. Традиционно для HTC аппарат отличается хорошим звучанием как в динамиках, так и в наушниках. Процессор Snapdragon 820 с 4 ГБ АЗУ легко выполняет все задачи, невзирая на то, что 5,2 дюймовый дисплей с QHD разрешением задает хорошую нагрузку графическому процессору. Емкость аккумулятора, конечно, не очень большая, всего лишь 3000 мАч, но благодаря быстрой зарядке можно зарядить девайс до 50% примерно за полчаса. HTC 10 уже получил обновление до 7-го андроида, поэтому в плане софта он тоже все еще актуален. Идем дальше. Лучший музыкальный смартфон. ZTE Exxon 7. Глядя на ZTE Exxon 7, понимаешь, куда делся подбородок из HTC. А если серьезно, то это не первый аппарат компании в подобном дизайне. И сеточки над и под экраном прикрывают традиционные стереодинамики. Внутри имеется 32-битный цифроаналоговый преобразователь и усилитель, призванный сделать звук еще качественнее. Девайс выполнен в тонком алюминиевом корпусе с хорошей компоновкой. Весьма удачно в нем посажен сканер отпечатков пальцев. Палец сам ложится на пятачок. Кроме звука аппарат привлекает 5,5-дюймовый AMOLED дисплей с QHD разрешением. Интригует и 27-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией. Хотя при дефиците света она все же уступает HTC и Samsung из нашего обзора. Snapdragon 820 и 4 гигабайта оперативной памяти все еще держат марку. Достойно ведут себя даже в тяжелых игрушках. Софт смартфона регулярно обновляется. И уже есть обновления до Android 7.1. Ну и в конце нашего видеообзора лучший смартфон среднего класса. Moto Z Play. Хорошими могут быть не только флагманские модели. В среднем классе тоже есть интересные смартфоны. И Moto Z Play один из них. Конечно по цене он способен превзойти некоторые китайские флагманы. Но во многом аппарат особенный. Хоть в мае 2017 года вышел Z2 Play, прошлогодний девайс смотрится интереснее. Главная фишка смартфона поддержка подключаемых модулей, расширяющих функциональность. Вторая особенность превосходная оптимизация. Moto Z Droid очень тонкий и мощный, но страдает дефицитом автономности. Z Force дорогой, а Z Play это баланс. В нем используется Snapdragon 625, один из самых энергоэффективных чипсетов, используемых в 2017 году. Также играют роль и AMOLED дисплей с разрешением Full HD и отличная оптимизация софта. Пока что Android обновили до 7, но скоро выйдет версия 7.1. В итоге батарейка на 3,5 Ач вытягивает 15 часов активной работы. Так что довольно-таки интересный и хороший аппарат. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка.